Затянувшаяся командировка, обманутые вахтовики из Хакассии, работающие на Сахалине, не могут вернуться домой. Криминальные чары жительницы Абакана снятия порчи обошлось в десятки тысяч рублей. Утренняя перекличка в охотничьих угодьях республики Моралов считают по реву. Хакассия одна из первых откликнулась на призыв по сбору помощи пострадавшим от наводнения районам Дальнего Востока. Уже собрано 50 тонн овощей, 90 кубометров лесоматериалов, теплой одежды и продукты на сотни тысяч рублей. А сегодня с благотворительной целью чиновники Хакассии поменяли кабинеты на свежий воздух. Сотрудники министерств и ведомств республики вышли на уборку картофеля. Овощи отправят в бедствующие районы. Весть из полей от нашего корреспондента Ольги Стельмах. Поработать не головой, а руками предложили чиновникам Хакассии. Собрали добровольцев на уборку урожая. Часть овощей с этих полей местные фермеры решили отправить на Дальний Восток. Помощь затопленным районам. Однако собрать урожай быстро, не хватает рабочих рук. Вот и подключилась исполнительная власть. Активная работа на свежем воздухе. Кабинетная работа иногда бывает, надоедает все-таки. Поэтому мы только за. С удовольствием согласились и выехали. Собираем, работаем. Погода нас балует. Все отлично. Как картошка, как урожай. Картошка. Посмотрите, картошка какая крупненная. Трудоотряд 50 человек. Представители практически от всех министерств и ведомств Хакассии. Романтика студенческих лет, то с чем сегодня для многих из них. Ассоциируется выезд на картошку. Впрочем, молодежь такую традицию только познает. Что значит человек городской? Транспорт, да, министерство транспорта. Вот рулить умеет. А насыпать картошку давай руками собирай. Насыпать не умеет. За один день чиновники планируют собрать до 30 тонн картофеля. Из расчета по 50 ведер на одного человека. Впереди полноценный рабочий день. Брежжане, какое-то неудовольствие по поводу того, что отправлены картофель, здесь просто не слышно. Люди понимают, что жители затопленных или пострадавших от наводнения районов Дальнего Востока действительно нуждаются в помощи. Даже если вода уходит, затопленные сырые, в смысле сырые дома, которые не просохнут, подвалы, даже если вода ушла опять сырые, и ушедший или пропавший урожай этого года. Рабочий день 6 часов. За это время нужно успеть собрать картофель со всего участка. Как только наберется необходимый объем овощного продовольствия, урожай отправят на восток. Ольга Сельмах, Евгений Чаптыков, Вести Хакасия. А между тем, в помощи сегодня нуждаются и наши земляки, которые работали вахтовым методом на Сахалине. Порядка 80 человек в прямом смысле застряли на острове. Люди три месяца назад прибыли в город Ахад для работы на рыбоперерабатывающем предприятии. Впрочем, когда настало время расчета, руководство фирмы практически вдвое сократило зарплаты. По 30-40 тысяч вместо обещанных 70. Сегодня люди штурмуют офис предприятия, на контакт с ними никто не выходит. Нам удалось связаться по телефону с одним из работников, Ольгой Хорошиловой. Вот что она говорит. Говорят, что это нормально. И то, что кто вам обещал такое, уже сегодня прозвучало у нас от мастера, от нашего Антона. То, что кто вам такое сказал, что вы получите по 100 тысяч, даже по 70 тысяч. Это нормально, то, что вы по 30-40 получили. Мужики, которые горбатились, таскали лотки, они по 40 получили. Женщины, когда мужчины у нас уезжали разгружать на корабль, груз, женщин заставляли работать. Двое суток мы работали, не спавшие. Мы валились с ног, я засыпала с этим ножом. Женщины таскали лотки за мужиков. И сейчас мы получаем по 30-40 тысяч за три месяца. Так же, как сообщает и Ахакасия, накануне руководство фирмы выселило людей из общежития. В данный момент ночевать им негде. Сегодня обманутые уже обратились за помощью через СМИ. Ситуацией заинтересовались прокуратура и республиканские власти. Мы также будем следить за развитием событий. А сейчас к другим новостям. Глава Абакана сократил число замов. Это стало известно сегодня на внеочередной сессии Гурсовета. Заседание депутатов нового пятого созыва стало уже вторым по счету. Парламентарии пока обсуждали только организационные вопросы. В фавестке дня фигурировало три вопроса. Парламентарии утвердили состав комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, единогласным решением утвердили новое название одного из управлений администрации. Речь идет о бывшем бюджетно-казначейском, нынешнем бюджетно-финансовом управлении. Его возглавил Валерий Вахмянин. Но, пожалуй, главным обсуждаемым вопросом стало изменение структуры администрации Абакана. Отныне у главы города осталось только четыре заместителя вместо прежних пяти. Назначение уже сделано. Двое замов, Ирина Кацебина и Алексей Лемин, как и прежде, будут курировать подведомственные им сферы. Соответственно, социальные вопросы, а также строительство, архитектуру, землеустройство. Владимир Жуковский, в прошлом руководитель городского водоканала, отныне занял должность заместителя главы Абакана по вопросам ЖКХ и транспорта. Первым же замом назначена Нина Бельтикова. Первый заместитель города, он же заместитель по вопросам экономики и финансов. Курирует бюджетно-финансовое, раньше было казначенское, теперь финансовое управление и комитет муниципальной экономики. Перспективная работа с бюджетом, разработка проекта бюджета в соответствии с очень сильно изменившимся бюджетным законодательством, составление стратегических планов, это взаимосвязанные вещи. Конечно, это теперь будет курировать первый зам. А вот финансовые вопросы, ежедневное пополнение бюджета, распределение средств будет по-прежнему курировать глава города. Новые сельхозобъекты начинают строить в Хакассии. Прежде в них не было никакой необходимости, но скоро, если их не будет, частные фермерские хозяйства окажутся на грани разорения. Цеха предназначены для забоя скота по новому техрегламенту. Строители торопятся, иначе продать мясо население просто не сможет. Один из первых новых цехов появится в Аскизе. Бетонное здание в трех километрах от села Аскиз и практически в центре района будет, пожалуй, самым востребованным у населения, начиная с середины следующего года. Регламентированно, то есть законно, забивать скотину для продажи будет больше негде. По крайней мере, других таких же объектов в Аскизском районе пока не строится. Еще будем перерабатывать крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиней. Ну, по объему, наверное, будем голов 50 коров, наверное, за смену вырабатывать. Ну, и свиней голов 40-50 также. Регламент о безопасности пищевой продукции должен был вступить в силу еще 1 июля этого года. Но подобных цехов забоя не было. Правила отсрочили ровно на один год. Подворные забои в частных хозяйствах для продажи запретят. Это коснется всех видов животных, кроме мелких, кроликов и птиц. И тогда придется возить только на скотобойню. Будет востребованным предложение убойных цехов. По голове скота в районе растет показательный пример с овцеводством. Что касается овцеводства, у нас идет стабильный рост. То есть, вот, в прошлом году у нас было на 1 января 2013 года 75 тысяч. Сегодня, ну, на 1 августа, скажем так, 89 тысяч голов овец. Убойный цех рядом со скизом строит известный в районе мясопереработчик Иван Миндебеков. Расчет еще и на то, что привезенное на убой мясо будут сдавать здесь же, чтобы не возить на продажу куда-то. Но в таком случае разом лишатся работы и заработка частные забойщики-одиночки, которые сегодня по вызову выезжают на дом. Я ему звоню, говорю, что у меня есть там корова или бык, теленок. Он мне говорит цену. Я соглашаюсь или ищу там других? Ну, в основном соглашаешься. Мне выгодно ему. Он приезжает, забивает, поддает деньги, уезжает. Все. Проблем никаких. Какой будет цена за услугу по убою одной коровы, овцы или поросенка, владельцы строящегося цеха пока сказать не могут. Но во всяком случае будут монополистами в районе, которые первыми введут цивилизованный убой скота. И который пока не факт, что население массово променяет на привычный подворный убой. Алексей Гончаренко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. 100 коробков контрабандного гашиша больше килограмма весом стоимостью в 700 с лишним тысяч рублей. А также полкилограмма марихуаны изъято оперативниками управления ФСКН России по Хакасии. Поставка осуществлялась из Казахстана. Наркоделерами оказались бывшие сотрудники казахстанского ГИБДД. Поставка осуществлялась из Казахстана автомобильным транспортом. Заранее появилась информация о том, что жители Хакасии, точнее Ширинского района, являются наркополучателями. Что позволило контролировать передвижение преступников с помощью коллег Алтайского регионального управления, Кемеровской области и Красноярского края. Интересный факт. Границу с Казахстаном наркодельцы с мешком гашиша в багажнике автомобиля пересекли без малейших проблем. Территорию республики Казахстан беспрепятственно проехали. Соответственно, потом спокойненько переехали через российскую границу и спокойненько поехали дальше себе. Способ перевозки вот этого наркотика тоже показался интересным. Потому что, в принципе, везли достаточно открыто, особо не прятали. И это, наверное, самая такая главная и удивительная характеристика вот этого преступления. Задержаны злоумышленники были в ночь с 14 на 15 сентября в момент передачи товара жителю Хакасии, цыгану по национальности. В настоящее время все задержанные находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта и приготовления наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Согласно российскому законодательству, срок лишения свободы за совершение подобных преступлений от 10 до 20 лет. Большой срок грозит и участникам группы контрабандистов, задержанных в начале этого года. Напомним, в январе в Абакане сотрудники наркоконтроля изъяли 308 граммов героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое фигурантов. И в мае в Домодедово курьер гражданка Таджикистана. В тот раз партия составила 478 граммов. На днях расследования уголовного дела закончилось. Материалы направлены в суд. Разбойным нападением завершилось совместное распитие спиртных напитков для жителей Абакана. С нападавшим он познакомился случайно. Оба были пьяны, решили продолжить. Деньги были у пострадавшего на карте. После того, как 1850 рублей были сняты, прямо в банкомате новый знакомый достал кухонный нож. Попытавшись завладеть деньгами, ранил щеку и предплечье владельца карты. На этом не успокоился. Продолжая держать нож у горла, вывел жертву на улицу. Где его и заметил наряд полиции. И задержал. Данному гражданину грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В настоящее время он задержан. И сегодня же спасатели обнаружили на берегу Абакана тело пропавшего накануне мужчины. 36-летний житель столицы отдыхал в компании друзей в районе Дамбы Южная. Около 11 вечера уже в темноте решил искупаться, несмотря на протесты окружающих. Мужчина был пьян, остановить его не смогли. Жительница Абакана отдала мошеннице за снятие порчи 73 тысячи рублей. К 20-летней девушке в районе одного из домов по улице Кирова подошла незнакомая женщина. Едва начав разговор, она сразу определила сглаз. За его снятие взяла 7 тысяч рублей, но очистить нужно было и семейное золото девушке. Так как украшения находились дома, была назначена еще одна встреча, на которую жертва принесла все, что сказала преступница. Уже вечером в полицию обратился отец девушки. Ущерб составил 73 с половиной тысячи рублей. С канализационной аварией собственными силами борются жильцы одного из домов в микрорайоне Нижняя Согрова Бакани. И уже есть определенные успехи. На сегодняшний день вытравлены клопы, расплодившиеся от сырости и нечистот. Но канализация по-прежнему фонтанирует. Город Абакан, микрорайон Нижняя Согра, дом номер 76. Вполне добротный и благопристойный. Снаружи. Внутри же, в подвальном помещении, куда ведут жильцы многоэтажки, невыносимый запах нечистот. Источник – канализационная труба. Не сегодня образовалась печь. И не вчера, а уже полгода назад. В феврале месяце у нас так течет. Вот так, вот так же вщет. Это еще дома никого нет. А вот после работы все придут, здесь вообще водопад. Нам дали ответ, что значит никакой течи не обнаружено. Население удивляет то, что сантехники и руководство ЖЭКа не видят очевидного. То, что никакой течи нет, отражено даже в официальных ответах эксперта. За подписью и с печатью. Вот эти вот, все повсталось, вот ДВП, все оно ходуном ходит. А село, а то дверь даже не закрывалась. Вероятно, эксперты нечувствительны и к запахам фекалий и другим проявлениям канализационной протечки. Поскольку результаты кризита нулевой. А владельцы квартир говорят, что только-только избавились от блох, расплодившихся от подвальной сырости. Делали эту санитарную обработку, но, по-моему, она не подействовала. Потому что у меня внучка иногда приходит, баба говорит, у меня ноги кусают. Ноги кусают. А кто кусает? Нет, я кусаю. Блохи кусают. Вероятно, надо менять схему прокладки коммуникации, предполагают владельцы квартир. Говорят, из управляющей компании приезжали, что-то делали, а потом разлили руками и осталось все как есть. Отмалчивается и новое руководство жилищной инспекции. 9 августа я обратилась в государственную жилищную инспекцию к товарищу Арокину. С заявкой, что жилищный ЖВУ наш не решает вопрос по этой проблеме. 22 числа нам был выдан акт, и письмо пришло, что подтеков в подвальном помещении по канализации не обнаружено. Обслуживает дом ЖУ номер 4. Здесь находят объяснение происходящему. Вроде бы в одной из квартир поселились мигранты. Сказывается элементарное отсутствие культуры. В унитаз смывают все. И капустные листья, и половые тряпки, и многое другое. Вот они забивают, мы срываем людей, едем чистим. Плюем же, ну чистим, а что делать? В доме на улице Буденного 76 предполагают, что все то же самое, что и в их доме, смывают канализацию и в других домах. Но без таких последствий, и поэтому уверены, сантехники ЖЭКа при желании могут решить проблему. Но устав ждать, подписались под обращением в прокуратуру в надежде и на компетентный ответ, и что он возымеет практическое действие. Алексей Гончаренко, Антон Вожилов, Вести, Хакасия. Он просто собирал деньги на квартиру. Полицейские накануне допросили жителя Абакана Николая Евдокименко. Напомню, мужчина в августе расклеивал по городу объявление с призывом помочь больной племяннице. Однако выяснилось, на фотографии его старая знакомая, которая уже выросла, а больного ребенка у Евдокименко вовсе нет. Стоит также отметить, последние 7 лет он состоит на учете у психиатра. По словам мужчины, пойти на такой шаг его заставил конфликт с тещей. Ему срочно понадобились деньги, чтобы снять отдельную квартиру. Возникла трудная такая моментальная ситуация. Так или иначе, но уголовной ответственности мужчина, скорее всего, избежит. В деле нет пострадавших. На банковский счет денег не поступало. Так что в этот раз полицейские ограничились устным предупреждением. В Хакасии начали учитывать морала по реву. Только так ученые смогут получить подробную информацию о популяции этих животных в охоту годиях и на территории государственных природных заказников. Время для проведения исследований выбрано не случайно. Именно в конце сентября начинается гон моралов. Самцы рогами рыхлят почву, ломают ветки деревьев и громко ревут. Таким образом, они призывают соперника к борьбе за самку. Учет моралов ведется только утром в ясную погоду. Ученые используют специальное устройство, которое имитирует рев сибирского оленя. Это привлекает внимание животных. Они отвечают, даже не подозревая, что человеку. Исследовательская работа будет вестись с сотрудниками Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды до середины октября.